Следующие косячники, это MVideo. Я, окей, ребят, я понимаю, что может быть всякое. Допустим, в Albrecht, ладно, я понимаю, может быть задержка, они там везут херпами с хуеву кукуева, и, короче, ну, понятно, да. Следующие, MVideo. Я оформил заказ. Окей, ребят, я могу сказать, что это бывает у всех магазинов. У всех. То, что заказ задерживается, это ничего страшного, в этом нет. Бывает всякое. Вот. Но, короче, делал суть. Я заказал несколько заказов. Окей. Заказал. Остался последний заказ. Я его оплатил. Вот. Он пришел мне... То есть он был, должен был готов 8-го, по-моему, числа там, короче. Вот. Сделан 5-го, и он должен был мне прийти 7-го, либо 8-го. 8-го, по-моему. Я думал, как я его заберу и поеду там к себе по делам. Дерее... К себе, к родителям. Вот. Короче, заказ не приходит. Говорят, ждите, придет 9-го. Окей. Я говорю, я звоню оператору, говорю, можно его как-то там продлить, потому что я... У меня в городе не будет. До 14-го числа я как раз приеду, я заберу. Приезжаю. Сегодня 14-е число. Окей. Думаю, пойду заберу свой заказ. И что вы думаете? Я подхожу. Приезжаю в комсомолки, там есть 7 видео. Я подхожу. Магазин закрывается прямо передо мной. Ну, то есть я еду и смотрю, он закрывается. Я стою, звоню. То есть вы представляете, насколько у них там все плохо? Я, конечно, работал в МВидео. Я знаю, да, что там все плохо. Они даже с магазином не могут связаться. Со своим же оператором, у которых есть номер телефона. Окей. я подъезжаю. Я уж не стал в стекло стучать. Там никого, потому что нет. Где-то там вдалеке два продавца ходят, что-то там делают. Я уж в стекло не стал долбиться. Мало ли, разобьешь еще. Я звоню оператору, говорю, так-то, так-то, вот я приехал забирать заказ специального 14-го числа. Последний день резервный. Хорошо, мне продлили его. Окей. С этим проблем нет. Специально свободный день, когда я свободен, я пришел свой выходной в магазин, и он передо мной закрылся. Ни смс, ни объявлений, никаких-то табличек, абсолютно ничего. Просто магазин закрылся, и все. И там никого нет. Там где-то два зомби ходят вдалеке, в дальнем углу магазина, и тишина. Я позвонил оператору, говорю оператор, оператор говорит, я сейчас с ними попробую соединиться. Я знаю, ребята, я там работал, я знаю, что ни одному человеку не дадут номер телефона ПВЗ. Ну, магазина. Ну, то есть, обычному покупателю, никогда не спрашивайте, его вам не дадут. У них есть только свои номера, ну, то есть, только оператор могут, в принципе, дозвониться до магазина. И вот, что далее? Далее. Я пишу в бот. Тут ты-ты-ты-ты, я писал номер телефона, мне код прислали, я ввел, я пишу заказ такой-то, заказ готов к выдаче. Вот, я написал, уточнить информацию о пункте выдачи. Он мне пишет, карусель, работать с 8 до 9, уточнить, пожалуйста, я пишу, да. Посмотрите, сколько он тупой. Я говорю, он, выберет же вопрос, связанный с вашим вопросом, задайте его по-другому. Вижу, у вас есть заказы в обработке, вы можете уточнить статус, кликнув на номер. Я пишу вопрос, не работает ваш магазин. Он пишет, сейчас задам несколько вопросов, чтобы оператор смог максимально обработать вашу заявку. Я пишу, работа в магазине. Он пишет, пожалуйста, опишите проблему, с которой вы столкнулись. Я пишу проблему, он мне выберет, напишите номер заказа, пожалуйста, выберите список, номер, я убираю номер заказа, по которому у меня проблема. И он мне пишет опять. То есть я написал Проблема, не работает ваш магазин Он мне говорит, выбирайте номер из списка Я выбираю, и он мне то же самое начинает И опять его то же самое начинаю Начинаю Он мне говорит, выберет, пожалуйста Чем связан на ваш вопрос, и короче по кругу Мы Вот И вот так вот мне по кругу мозги ебал Ебал, ебал, то есть абсолютно Нелогичная, тупая херня Ты его пишешь какую-то стороннюю тему Он тебе Отдаешь шаблонные вопросы И в итоге, ну что я написал Опять, вот видите, сколько писанины Ради того, чтобы связаться с оператором И в итоге я написал, оператор Оператор, ты не сможешь Оператор, надо было запятой поставить Ты не сможешь помочь Он ты-ты-ты-ты, и все, и перевел Окей, здесь они говорят Вот, они тут пытались Соединиться Они, понимаете, даже не могут Блядь, сейчас технологии Нахуй Можно написать Окей, даже если они не дозваниваются Мало ли, там Они где-то на складе ушли Еще что-то Можно кому-то написать Специальному человеку Который напишет Сотруднику магазина Почему они закрыты У них даже и такого нет Вроде бы век технологий Даже если ты не дозваниваешься В конце концов Есть мессенджеры Можно написать Человеку, который ответственный За это Допустим, в теории Я говорю, что у них Скорее всего такого нет Просто Чтобы человек написал В этот магазин Чтобы человек пришел Либо какому-то сотруднику Написал И тот сотрудник Уже ответил И что бы толку Он писал Мне время ожидания Он говорит Не отвечает Магазин не отвечает По поводу данной обращения Ну что Вот смотрите Обращение Сотрудник Ожидает Пожалуйста В течение суток Сотрудник Который будет заниматься Вашим А по течении суток Он ответит Блядь Когда магазин закроется Охуенно Просто удобно Просто пиздец 21 век 24 год Мессенджеры Кургон Вконтакте Вайбер Ватсап Свяжись с любым По-любому У этих сотрудников Есть общий чат Есть какой-то Главный менеджер Этого магазина И они не могут Блядь Позвать Ну хорошо Если они не дозванятся Если там люди Сильно заняты Как-нибудь Выцепить сотрудника Который там работает Или главу Или администратора Этого магазина Либо главного менеджера Напишите ему Вот Мне написали Прямо в эфире Помощь мне нужна Ничем Вот То есть Как бы Как бы Не могут Сотрудники Вот Отдел Который работает Вот Вы представляете Клиентский отдел То есть Люди Которые работают Люди Которые работают С людьми Люди Которые работают С людьми Ну я имею ввиду Клиентский отдел Не может Блядь Просто Связаться Или написать Нахуй С работником Своего Магазина Окей Я мог понять Я давным-давно Ребят работал На видео На продажах На телефоне Я мог понять Там был Потому что По моему Мессенджеров Еще не было Когда я работал Было только Я мог тогда понять Что человек Не может дозвониться Потому что Все заняты Потому что В то время Не было Ватбрисов И озонов Было очень много Покупателей Ом видео Не то что Сидящие Вот они пишут Короче Вот В чем соль То есть Когда я работал В МВидео Когда я работал В видео Тогда Не было Ватбрис И озона И можно было Понять Что Там много Людей В МВидео И продавцам Как бы Некогда Ну а сейчас Ребята Я недавно Пошел Вот туда же В карусель В МВидео Захожу Смотрю А там народа Нет никого Сотрудники Стоят Что-то там Ковыряются Что-то там Разговаривают Куда-то ходят Там вообще По всему Чуваку Пока я стоял Два магазина Два человека Было в магазине Все Они ходят Что-то там Я могу понять Тогда Когда не было Ватбриса Тогда было Больше У них клиентов Тогда я мог понять Почему они Не могут Дозвониться До сотрудников Но сейчас У них там Нет нихуя Людей Время Мессенджер Когда ты можешь Написать Позвонить По видеосвязи Блять Позвонить Не знаю В мессенджере Позвонить Если они трубку Не берут Какому-то старшему Менеджеру И все выяснить Я этого Не понимаю Почему так Блять Происходит У них что Они там Что в нулевых Что ли Застряли До сих пор Вот этим Кнопочным Телефоном Блять Пользуются Стационарным Вот он пишет Прошло Блять Сколько Во сколько Я у них Во сколько Во сколько Я обратился В час назад Я к ним обратился В 12 16 Час прошел И они думают Я буду Блять Там стоять И ждать Пиздец Я буду Стоять Ждать Пока Они мне Напишут И откроют Просто Какой-то Блять Каменный Век Ребята Вот на самом Деле Каменный Век Я просто Худею Просто Вот какой-то Заказ Знаете Неудачный Словно Вот он просит Чтобы его Отменили Этот заказ Я просто Ребят Худею Мне просто Нет слов Ну как Можно Блять Сотрудникам Своего же Предприятия Не дозвониться Тем более Народу Там у них Нет Если Блять Ну вы Вышлите СМС Хотя бы Что Магазин Не работает С такого-то С такого-то Никакой Таблички Ничего Просто Закрыли И ушли Просто Блять Повесили Мы хотя бы Табличку Что Учет Перерыв Кто-то Обосрался Толчок Протек Повесите Блять Чтобы люди Знали Чтобы люди Блять Знали Что у вас Там какая-то Форс-мажор Если у вас Нет народа Это не значит Что не надо Работать У вас есть Работа Вы должны Блять Людям Заказы Выдавать Обслуживать Ну что это Такое Блять Ну и я Главное Ладно Хуй с ним Они бы закрылись Но понимаете Я-то не знаю Что Как Когда Забирать Что Они Закрылись Они сегодня Будут работать Или нет Но это Просто Пиздец Ребят Какой